Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не подписаны на наш канал, советуем подписаться, поскольку на нашем канале вы можете найти большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора подержанного автомобиля, в том числе и обзора на машины. Не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Наш сегодняшний обзор из серии «Про что нужно знать, выбирая подержанный автомобиль» будет посвящен тем людям, кто ищет для себя большой и комфортабельный седан бизнес-класса, но при этом по какой-то причине или не может, или не хочет остановить выбор на Camry 40, либо на Nissan Tiana. Что и неудивительно, несмотря на массовость этих моделей, предложения таковых в живом состоянии с каждым годом на автомобильном рынке только сокращаются. Поэтому сегодня мы, по просьбам, в том числе и наших подписчиков, решили обратить ваше внимание на еще один весьма популярный большой седан. Причем на российском рынке большими тиражами он продавался, будучи новым. Ну и, соответственно, столь же широко представлен на вторичке. Встречайте, Ford Mondeo, четвертое поколение. Ford Mondeo 4 появился на рынке в 2007 году и продолжал выпускаться аж по 2015. По современным меркам, этот автомобиль – настоящий динозавр конвейерного выпуска. В 2010 году эту машину подвергли рестайлингу, в ходе которой слегка освежили внешность, а также подправили линейку агрегатов и коробок передач. Что касается сборки, большинство четвертых Mondeo до 2009 года собраны в Бельгии, ну а с девятого наладили производство этих автомобилей под Санкт-Петербургом. По типу привода все однозначно, эти машины могли быть только с приводом на переднюю ось. Базовым двигателем в линейке бензиновых моторов был 1,6 литра на 125 лошадиных сил. Следующий по мощности – 2 литра на 145 лошадиных сил, 2,3 литра на 161 лошадиную силу и 2,5 туба на 220 лошадиных сил. Это то, что касается дорестайлинговых машин. На рестайлинге добавили также двигатели объемом 2 литра, но уже более современные, турбовые на 200 и 240 лошадей соответственно. Были здесь также и дизеля объемом 2 литра на 140 лошадиных сил, на 175 лошадиных сил и двигатель объемом 2,2 на 200 лошадей. Кстати, дизели под капотом Mondeo имеют французские корни – Peugeot Citroën. Но таких автомобилей все же в нашей стране продавалось относительно немного. Поэтому самые распространенные версии все же имеют бензиновые ДВС. Наш сегодняшний экземпляр 2007 года выпуска – это бельгиец, 2,3, 161 лошадиная сила и шестиступенчатый классический автомат. По традиции в начале обзора скажем пару слов про кузов автомобиля, про толщину и качество красочного покрытия, а также про стойкость к коррозии. Что касается толщины и окраса, то большая часть Ford Mondeo будет иметь разброс показаний толщиномера в диапазоне от 90 до 140, ну, 150 микрон. В целом это стандартно. Но, как и в случае с российскими фокусами, например, на этих автомобилях попадаются и существенно более высокие показания толщины окраса. Где-то в районе 200-230 микрон. Такое может быть. Причины, по которой толщина окрасочного покрытия может вдвое превышать изначальный стандартный слой может быть разное. В том числе вполне возможно и ликвидация какого-то заводского дефекта покраски, когда автомобиль был отправлен на окрас повторно. Но в этом случае рекомендуем промерить всю машину полностью и обратить внимание на то, какой разбег имеют показания толщиномера. В случае заводского утолщенного окраса разброс, как правило, не превышает 30 микрон. То есть, если вы смотрите автомобиль, на всех элементах которого наблюдается одинаковая картина от 200 до 230, и при этом кузовные элементы не имеют следов снятия на крепежных болтах, например, то, скорее всего, речь идет о двойном окрасе с завода. В этом случае, кстати, дверные проемы тоже будут вдвое толще стандартного. Ну, а если разброс на элементе пляшет сильно, скажем, 200, 215, 240, 260, то, скорее всего, этот элемент все же подвергался перекрасу. Что касается качества окраса, то, как ни странно, у Форда Мондео краска совершенно обычная, такая же, как и у любого другого автомобиля. Эти машины столь же охотно обрастают сколами и царапками в ходе эксплуатации, особенно те из них, которые часто ездят по трассе. Однако стоит отметить, что, несмотря на присутствие по кузову Мондео, особенно на возрастных экземплярах, болячки сходные с таковыми, например, у Шкода Октавия или Volkswagen Tiguan, когда красочное покрытие имеет свойство отлетать достаточно крупными пятачками, ржаветь эти машины особо не торопятся. Естественно, это касается тех машин, которые не были в серьезном ДТП и не были после этого ДТП кустарно восстановлены. Поэтому при осмотре понравившегося экземпляра однозначно уделите внимание всем стандартным местам. Посмотрите арки, посмотрите пороги, посмотрите обязательно днище автомобиля, низы дверей и подкапотное пространство. Лишним не будет. Но вообще, если вы изначально купили Ford Mondeo в живом состоянии по кузову и еще дополнительно заморочились, скажем, антикором скрытых полостей, то проблем с кузовом на этой машине вы не будете знать достаточно долгое время. Продолжая кузовную тему, нельзя всерьез считать недостатком модели, например, с годами мутнеющие пластиковые рассеиватели фар головного света, поскольку эта проблема преследует далеко не только один Mondeo и характерна для большинства современных автомобилей в принципе. Также имеет смысл обратить внимание на противотуманные фары. Здесь они очень большие по площади и по большому счету это очень хорошая мишень для не кстати прилетающих на трассе камушков. Так что если вам повезло купить Mondeo с уже замененными, либо с еще целыми противотуманными фарами, рекомендую заранее озаботиться и забронировать их соответствующей пленкой. Также при осмотре Mondeo, равно как и при осмотре, например, Volvo S40, будет не лишним проверить работоспособность электрозамка крышки багажника, поскольку проводка к замку, которая проходит здесь в гофре, достаточно часто бывает переломана. В этом случае, если предыдущий владелец еще не озаботился ее ремонтом, делать это придется вам. Что касается салонного оборудования, да и электрооборудования в целом, то если, например, по периферии Ford Mondeo, например, по датчикам парктроников и можно, в общем-то, выдвигать некие претензии по части сохранности электропроводки с годами, когда она банально отгнивает и, например, те же парктроники перестают работать, то по салону у Mondeo 4-й генерации все в целом обстоит весьма неплохо. Конечно, это не отменяет необходимости при осмотре подобного автомобиля проверить, чтобы все в автомобиле работало и функционировало исправно. Традиционно в первую очередь смотрим контрольные лампы, проверяем работоспособность всех клавиш на руле и щелкаем климатическую систему по всем направлениям обдува, по всем скоростям работы вентилятора и прокручиваем температурное значение от самого минимального до максимального. Убеждаемся, что все это корректно работает и со спокойной душой переходим к осмотру подкапотного пространства. Кстати, на данном автомобиле родной пробег 156 тысяч километров. Это комплектация DIA практически максимальная, не хватает здесь только кожи и люка в крыше. При этом абсолютно вся электрика, которая есть здесь в автомобиле, исправно включая и подогревы задних сидений. Теперь, что касается двигателей. Давайте в рамках данного обзора мы не будем говорить про дизельные двигатели Ford Mondeo 4, поскольку если вы выбираете такой автомобиль, которому 10, 12 и более лет от роду, вы должны понимать, что дизельный автомобиль изначально не покупался для того, чтобы ездить на нем по 5 метров от дома до работы. И, скорее всего, такие автомобили все-таки имеют весьма значительные пробеги. По крайней мере, явно больше в большинстве случаев, чем у бензиновых собратьев. Найти дизельный легковой автомобиль с малым пробегом – это весьма и весьма удачное стечение обстоятельств. В целом, если делать обобщение по дизельным двигателям, они на самом деле неплохие. И какие-либо проблемы начинались уже после пробегов в районе 160-180 тысяч километров. Имеется в виду проблемы с топливной аппаратурой форсунки, ТНВД. Первые вопросы по этой части. Турбины надежные, выхаживали они более 250 тысяч километров, если собственник периодически менял масло в этом моторе и давал турбине остыть после работы на высоких оборотах двигателя. Но, повторимся, дизельный автомобиль, если и покупать, то только после тщательной диагностики в профильном дизельном сервисе. А второй момент, посчитайте на всякий случай, будет ли стоить экономия на топливе при вашем годовом пробеге возможного попадания на замену хотя бы одной-двух топливных форсунок. Что касается бензиновых агрегатов, то младшим в линейке в данном случае был бензиновый рядный четырехцилиндровый мотор объемом 1,6. Этот двигатель имеет интересную аббревиатуру ПНДА. И в версии, в которой он попал под капот четвертого Мондео, этот мотор был оснащен позавращателями на впуске и на выпуске. Собственно говоря, двигатель достаточно простой. Это алюминиевый блок, четыре цилиндра, ременный привод ГРМ, за которым нужно следить и менять ремень вовремя, поскольку в случае обрыва он вам может клапана и погнуть. В линейке моторов Форда 1,6 это был самый мощный малообъемник на 125 лошадиных сил. Однако для большого и тяжелого Мондео этого мотора однозначно мало. Мало того, что эти двигатели шли в сочетании только с механической трансмиссией, но и это особой динамики автомобилю, конечно, не придает. Соответственно, если вы не совсем флегматичный водитель, чтобы на таком автомобиле куда-то более или менее разгоняться, вам приходится выкручивать двигатель до высоких оборотов. И подобный стиль эксплуатации, в конце концов, приводит к тому, что данные моторы сдаются на пробегах где-то от 250 до 300 тысяч километров. Есть, конечно же, исключения из этого общего правила, но это, как правило, относится к тем моторам, которые эксплуатировались очень ответственными людьми с очень короткими интервалами замены масла, скажем, раз в 7,5 тысяч. А так, по большому счету, сказать, что мотор 1,6 какой-то особо болезный или у него есть какие-то характерные болячки, нельзя. Как правило, к большому пробегу на этих двигателях отмечаются протечки масла из-под клапанной крышки, ну а также, собственно, через клапана управления муфтами фазовращателей. В любом случае, мы бы рекомендовали, по возможности, конечно, предпочесть более мощный мотор. Кстати говоря, гидрокомпенсаторов на младшем моторе нет, поэтому регулировать клапана придется по старинке, подбором толкателей. Если говорить про моторы, с которыми Мандела начинает более или менее уже сносно ехать, это двигатели объемом 2 и 2,3 литра. Маркировка AOBA и SEBA. В нашем случае это второй вариант, объемом 2,3 литра. Оба этих двигателя конструктивно схожи. Это моторы изначально авторства компании Mazda, рядные четырехцилиндровые агрегаты, алюминиевый блок цилиндров, чугунные гильзы, здесь цепной ГРМ. Причем, по задумке конструкторов, ресурс этой цепи равен ресурсу самого двигателя. На самом деле, они несколько просчитались. Если цепь может потребовать замены на плюс-минус 200-250 тысяч километров пробега, кстати говоря, вместе с муфтами фазовращателей, то вот поршневая группа в этих двигателях выхаживает и 350 и более тысяч километров пробега при должном обслуживании. Так что движок достаточно крепкий. По большому счету и 2-литровый на 145 лошадей, и 2,3 литра на 161 лошадиную силу моторы простые. Самая замороченная деталь здесь – это впускной коллектор с изменяемой геометрией длиной впуска. Основным источником проблем, как и на автомобилях Mazda, здесь являются ось вихревых заслонок, которые имеют свойство со временем разбивать пластиковые втулки, в которых это ось сидит, появляется люфт, они начинают дребезжать. Также может выходить из строя и актуатор привода этих самых заслонок, что приводит в первую очередь к появлению лишних звуков. Поэтому при осмотре подобного автомобиля слушайте. Кстати говоря, для устранения проблемы с пустым коллектором существует ремкомплект. В остальном, по этим силовым установкам, можно сказать, что на данных двигателях нужно обращать внимание на то, чтобы мотор был сухой, поскольку здесь нередки случаи течи сальников, а в том числе заднего сальника коленчатого вала, так называемого коренного. Нужно смотреть за работоспособностью системы охлаждения. Помпа здесь выхаживает порядка 80-100 тысяч до замены. Двигатели, кстати, не любят перегрева, поэтому радиатор системы охлаждения желательно держать в чистоте. Ну а, пожалуй, самая большая проблема, про которую нужно знать, и наличие, или вернее отсутствие, которое желательно проконтролировать при диагностике подобного автомобиля при покупке, это залегание и закоксовывание маслосъемных колец. Причем на этих моторах происходит это к пробегам, ну достаточно солидным уже по нынешним меркам, пробегам за 200 тысяч километров. Так что, если вам повезло и вы купили живой, исправный Мандео, который масло не ест, чтобы оно так и оставалось, первое, следите за исправностью системы вентиляции картерных газов, а второй момент, меняйте масло хотя бы раз в 7,5-8 тысяч километров, но никак не реже. Особенно, если вы эксплуатируете автомобиль в городском пробочном режиме. Не последний в линейке силовых агрегатов, но самый большой объемный мотор, который ставился на 4-й Мандео, это двигатель с индексом HUBA. И это также единственная не четверка. Этот двигатель имеет 5 цилиндров в ряд, и как вы можете догадаться, авторство этого двигателя принадлежит концерну Volvo. Однако, компания Ford все же внесла некоторые свои доработки в данный силовой агрегат, поэтому называть его тождественным вольвовской турбопятерки было бы, пожалуй, не совсем верно. Этот двигатель выдает 220 лошадиных сил и весьма солидные 320 ньютон-метров крутящего момента. При этом, этот силовой агрегат сочетался только с шестиступенчатой механикой и ставился только на дорестайлинговой версии до 2010 года. Сам по себе мотор, кстати, весьма неплох. По нему, по большому счету, какие-либо вопросы могут возникать либо по фазовращателям, опять же, к большим пробегам, либо у тех, кто очень редко меняет масло и любит погонять на грязном. Также система вентиляции картера, за исправностью которой нужно следить, своевременно меняя растрескавшиеся патрубки шланги, устраняя подсосы и так далее. Ну и последнее, это ременный привод ГРМ. Регламент замены 120 тысяч, но до этого порога лучше не доводить, поскольку при обрыве ремня турбопятерка клапана загибает. Кстати, здесь есть гидрокомпенсаторы, поэтому заниматься регулировкой зазоров именно на турбомоторе 2,5 литра вам не придется. Самое интересное, что при соблюдении некоторых условий в эксплуатации, то есть если вы будете своевременно менять свечи, если вы не будете допускать работы двигателя с полурабочими катушками зажигания, если вы будете менять масло на этом турбоагрегате раз в 5-6 тысяч километров пробега и лить туда 98-й бензин хорошего качества, эта силовая установка пройдет под 300 тысяч километров пробега, что очень и очень даже немало по меркам турбомоторов. Причем пройдет он их, скорее всего, вместе с родной турбиной. Каким-то особо малым ресурсом этот узел не отличается. Ну а если вы смотрите Мондео рестайлинговый от 2010 года, то вместо 2,5 литровой турбопятерки у вас будут стоять турбочетверки объемом 2 литра. Эти двигатели на 200 и 240 лошадиных сил носят индексы ТНББ и ТПБА. Сами по себе моторы построены на базе Durotec SE. Оба этих мотора имеют алюминиевые блоки цилиндров и цепной привод ГРМ. Цепь эта однорядная и выхаживает порядка 200-250 тысяч километров, то есть каким-либо пониженным ресурсом она не обладает. На этих моторах также по два фазовращателя, но вот что интересно, впрыск топлива уже непосредственный. Соответственно, даже на бензиновых 2-литровых моторах на рестайлинге у вас будет и ТНВД, и форсунки высокого давления. Как следствие, эти двигатели чувствительны к качеству того, что вы в них заправляете. А в сочетании с наличием турбонаддува и высокой степенью форсировки, эти моторы по большому счету требуют достаточно высокооктанового и высококачественного топлива. Именно по причине низкого качества топлива, а именно по причине детонации, на некоторых автомобилях из первых партий, были прецеденты, когда дилер менял двигатель по гарантии. По причине возникших проблем с поршневой группой, а именно прогаром поршней и сопутствующим проблемам. Также на 2-литровых турбоагрегатах надо смотреть на то, чтобы у вас не бежал задний сальник коленчатого вала, поскольку эта проблема там достаточно часто встречающаяся, причем не на каких-то больших пробегах, а уже, скажем, после 100 тысяч километров запросто может проявиться. И еще одна проблема – это впускной коллектор. Если автомобиль, который вы смотрите, пробежал более 70 тысяч километров пробега, а скорее всего так оно и будет, на состояние коллектора при диагностике нужно обратить особо пристальное внимание. В случае разрушения впускного коллектора пострадать может турбина, которая весьма и весьма недешевая. Также, если при осмотре поддержанного Ford Mondeo вы чувствуете конкретную вибрацию по кузову, то повинны в этом могут быть и подушки двигателя. В первую очередь на пробегах за 100 тысяч километров может выйти из строя правая верхняя опора. Нижняя опора двигателя служит намного дольше, под 160-170 тысяч километров пробега, ну а левая, как правило, вообще никогда не выходит из строя. Можно сказать, что она здесь практически вечная. Что касается коробок передач, на Ford Mondeo устанавливалось три разновидности КПП. Механика, обычный автомат и роботизированная трансмиссия. Что касается механических коробок, это были машины с моторами 1.6, 2.5 литра турбо. На этих машинах устанавливались коробки IB5 для 1.6 литра, и эта трансмиссия, в принципе, хоть и не имеет каких-либо врожденных болячек, но при этом отличается достаточно недолгим сроком службы выжимного подшипника. Поэтому при тест-драйве автомобиля с мотором 1.6, обратите внимание на то, насколько вообще легко выжимается педаль, насколько четко вообще включаются передачи, нет ли ощущения, что коробка работает не так, ну, конечно же, на шумы. Ресурс компонентов сцепления плюс-минус около 120 тысяч километров в среднем по больнице. На старшем двигателе 2 литра шла также 5-ступенчатая трансмиссия МТ-75, к ней вопросов вообще по работе никаких нету, как и к 6-ступенчатой коробке на автомобилях с двигателем 2.5 литра турбо. Единственное, что по тем коробкам надо смотреть за сальниками приводов, особенно часто бежит на Ford Mondeo сальник правого привода, и, как следствие, не допускать эксплуатации механической трансмиссии с критично низким уровнем масла. Ну и хотя бы раз в 100 тысяч километров это масло менять. Желательно, конечно, все равно почаще. В этом случае механика здесь будет работать очень долго и, скорее всего, переживет двигатель. Что касается дорестайлинговых машин, если мы говорим про трансмиссию с двумя педалями до 2010 года, это абсолютно точно безальтернативно автомат. Это эйсиновская японская коробка передач, здесь 6 ступеней, классическая автоматическая, маркировка AW21. На данном автомобиле установлена как раз такая трансмиссия. При том, что родной пробег автомобиля составляет 156 тысяч километров, в данном случае каких-либо нареканий к работе этой трансмиссии нет. Ни затягиваний, ни дерганий, нет толчков, ничего такого. Но при тест-драйве подобной коробки, на всякий случай, имейте в виду, что некорректная работа данного автомата может быть связана не только с проблемами внутри самой КПП, но и с проблемами по двигателю. В частности, эта коробка очень критично относится к тому, когда двигатель не выдает заданные параметры по части мощности крутящего момента. В этом случае могут наблюдаться переключения, что называется, не в попад, которые будут сопровождаться ощутимыми толчками. Но вообще, этот автомат на самом деле весьма критично относится как к температурному режиму, то есть при необходимости лучше бы озаботиться установкой дополнительного охлаждения, так и к продуктам износа в масле. А причина возникновения этих самых продуктов износа все та же накладка блокировки гидротрансформатора, которую данная трансмиссия по поводу и без использует повседневно и постоянно, как и любая современная КПП. За счет этого достигается улучшение динамики и экономия топлива. Дабы не доводить все это дело до выхода из строя гидроблока, следует своевременно менять здесь масло с фильтрами, желательно раз в 50 тысяч километров пробега, и не злоупотреблять ударными разгонами в процессе эксплуатации автомобиля. В этом случае данный автомат прослужит сдалеко за 200 тысяч километров пробега. Ну и последнее. На рестайлинговых машинах с двигателями Экобуст на 200 и 240 лошадиных сил оба мотора двухлитровые использовался робот. Это DSG по сути дела с двумя сцеплениями, коммерческое наименование PowerShift, но не нужно пугаться и тем более не нужно, кстати, путать PowerShift на Mondeo с таким же наименованием коробки, которая стояла на Ford Focus 3. Дело в том, что на Focus установлена версия с сухими сцеплениями, а на Mondeo DSG мокрый. Сцепления здесь работают в масляной ванне, и по большому счету ресурс этой трансмиссии при обычном нормальном режиме эксплуатации способен перешагнуть за 200 тысяч километров пробега. Рекомендуемый интервал замены масла, кстати, 70 тысяч километров. Так что, если вы смотрите подобный автомобиль за коробку, можно особо не беспокоиться, но лучше бы, конечно, показаться на профильный фордовский центр и снять параметры работы DSG во всех режимах движения автомобиля. Ну, а теперь поговорим про ходовую часть четвертого Mondeo. А ходовка у него на самом деле достаточно комфортная, хотя она и пожестче, чем, например, у Camry 40. Но при этом длинная база и большой вес позволяют этому автомобилю крайне уверенно стоять на дороге. Для поездки по трассе этот автомобиль самое то. При этом подвеска здесь не зажата, и по большому счету, несмотря на то, что Camry все же помягче, остается весьма комфортным. Что касается конструкции, спереди здесь у нас Макферсон, а сзади многорычажная подвеска. По ресурсу компонентов ходовой части Ford Mondeo это далеко не самый хлипкий автомобиль на рынке. Даже такие традиционные для других марок расходники, как стойки стабилизатора, здесь выхаживают от 60 тысяч километров пробега. Естественно, речь идет про оригинальные детали. Ресурс амортизаторов в среднем около 100+. Нижние шаровые опоры, кстати, в данном случае можно поменять отдельно от рычага. Ресурс ступичных подшипников на этих автомобилях, как правило, больше 120 тысяч километров пробега. По сути дела, из характерных для Mondeo 4 болячек, можно отметить проблему, связанную с самым дорогим элементом любой ходовой части, а именно с рулевой рейкой. Рейка здесь стоит гидравлическая, и помимо сухости компонентов гидравлической системы, то есть проверяйте, чтобы не было течи, не бежали шланги и не бежала сама рейка. Также есть один момент, связанный с ее конструктивной особенностью. Если на большинстве прочих автомобилей так называемый пятак регулировочный на рейке металлический, и именно эта часть отвечает за то, чтобы пара шестерня рейка была всегда прижата, не люфтила и не стучала, то на Mondeo эта деталь выполнена из пластика, и со временем она может терять форму, может быть подсорвана резьба, соответственно регулировка рейки у вас становится практически невозможной, и со временем вы слышите прогрессирующий стук. Проблема эта решается с заменой данной детали либо на новую, либо на металлическую, и тогда про проблему вы забываете уже очень и очень надолго. Кстати сказать, владелец этого автомобиля не так давно произвел полный ремонт рулевой рейки, переборку с заменой рулевых тяг и наконечников, и чек по состоянию на 2022 год вышел порядка 15 тысяч рублей, что на самом деле не так уж и дорого. Также, если вы смотрите автомобиль с пробегом порядка 120-140 тысяч километров, имейте в виду, что на длинном правом приводе здесь есть подвесной подшипник, и гул этого самого подвесного некоторые могут путать с гулом ступичного подшипника, так вот, его состояние желательно проверить отдельно, если, конечно, к этому будут предпосылки на тест-драйве. Кстати, сами привода на Мондео 4 служат достаточно неплохой срок, порядка 200 тысяч километров пробега, ну а в некоторых случаях даже более. Все зависит от режима эксплуатации автомобиля. Что касается задней подвески 4-го Мондео, здесь все в целом также достаточно неплохо, подвеска здесь крепкая, сайлентблоков, да, побольше, чем на классической балке, но при всем при этом первые замены здесь начинаются на пробеге за 150 тысяч километров. А вот что стоит иметь в виду, выбирая подобную машину, так это то, что для того, чтобы вам заменить, например, топливный насос на этом автомобиле, если предыдущий владелец еще не усовершенствовал заводскую конструкцию, вырезав соответствующее технологическое отверстие в полу кузова, вам придется менять насос только с демонтажом топливного бака. Соответственно, делать это придется либо в условиях СТО, либо на яме. Ну а теперь, какие выводы можно сделать под всем вышесказанным про 4-й Мондео? Имеет ли смысл рассматривать этот автомобиль для покупки, либо нет? На самом деле, наше мнение, да, эту машину действительно можно посмотреть, особенно на фоне того, что Тойоту Камри или Ниссан Тиану в хорошем состоянии с каждым годом становится найти все сложнее. По сути дела, Форд Мондео 4 не имеет каких-то особо явных противопоказаний к покупке. Здесь комфортная и при этом достаточно крепкая ресурсная подвеска, здесь весьма неплохие атмосферные моторы, богатые комплектации, а также кузов, который на самом деле весьма неплохо противостоит ржавчине. Единственный момент, будучи новой, этот автомобиль был крайне популярен как в корпоративных парках, так и, например, в таксопарках столицы. Поэтому к проверке истории выбранного автомобиля нужно подойти со всей ответственностью. И если у вас получится найти себе ухоженный, достойный Форд Мондео 4 с небольшим пробегом, этот автомобиль, скорее всего, прослужит вам еще долгие годы, без каких-либо существенных вложений. На сегодня все. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас найти и отснять. Также, если вы владеете или владели четвертым Мондео продолжительное время, проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить или в чем нас поправить, указывайте в комментариях. Ведь людям, которые ищут себе подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться полезным. Спасибо за просмотр и хорошего дня. Пока!